И не станут покрятывать! Камеры окружают нас в вести! Они не снигнут рива! Наши радости, користи, вся наша жизнь! Спектакль для наблюдателей! Тебе бы оптику подкрутить! И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Камеры окружают нас везде! Они есть и внутри вас! Наши радости, горести, вся наша жизнь! Спектакль для наблюдателей! Так, что с ней стало? И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Камеры окружают нас везде! Камеры окружают нас везде! Камеры окружают нас везде! Продолжение следует... 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 Ви? Я не знаю, любят Декс преувеличивать или наоборот, преуменьшать. Я с ним недавно работаю. Я слышала, есть два типа фиксеров. У одних постоянные команды на долгих контрактах и коротком поводке, им важны верность и предсказуемость, а вот Декс, он как раз относится к другому типу. Ну, не томи. Рекрутеры. У них другие приоритеты. Они верят не в людей, а в свою интуицию. Им важен потенциал. Если они вдруг ошибаются, это становится их последней ошибкой. Поэтому я надеюсь, что у Декс с интуицией все нормально. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Би от чип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Аросаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да. Они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Компеки Плаза. Знаешь, где это? Был там. Не приходилось даже в том районе бывать. Жаль. Фреши у них божественные. Шеф-повар явно продал душу дьяволу. Так. Где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет Юрино Буарасака. Юрино Буарасака? В Найт Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только лениво не написал, что Юри приехал в Найт Сити. Он последний сын Сабура Аросаки и главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Аросака-младший приехал в Найт Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Аросака. А ты как раз знаешь. У каждого из таких шишек своя армия по вызову. К отелю, наверное, вообще не подступиться. Фишка в том, что у Юрино Буарасака нет никакой охраны. Совсем. Причем уже давно. Ха. Это почему? Знаешь поговорку про разведку Аросаки? Когда ты чихаешь в Найт Сити, в Токио опадает цветок Сакуры. Юрино Буарасака уверен, что охранники постоянно доносили на него отцу. Ну ладно. Если у тебя в рукаве есть какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юрино Буарасака сам вынес чип из лаборатории Аросаки и договорился продать его сетевому дозору. Уже понял, что у меня затуз? Или надо разжевать? Значит, чип лежит без охраны, потому что Юрино Буарасака вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, где он? Скоро сам увидишь, если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Аросака. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейндансу из Кампеки Плаза. Зачем мне брейнданс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые сиськи? Вовсе нет. Брейнданс позволяет анализировать детали. Нюансы недоступны и зрению даже прокачанным. Да, да. Тебе это пригодится. Хочешь что-нибудь еще? А что на этой записи? Апартаменты Юри Нобу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видео имплант. А что такое? Если на записи квартиры Юри Нобу, значит ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Знакомы. И очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейнданс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Понимаю. Джуди мне помогала не раз и не два. Но я правда не хотела. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком, который держит язык за зубами. Расслабься. Я не идиот. Я понимаю, с кем и как надо себя вести. О, привет. Это Ви. Он за материалом. Ви, это Джуди. Лучший монтажер брейнданса, которого я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас тошнит. Привет, Джуди. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровата, конечно. Но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да. Откалибруем под него. Ну, нам с Чпок-Стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви? Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готов? Уже бывал в сыром брейне? В смысле сырой? Он чем-то отличается от готовых? Готовы, если они качественные, передают тебе эмоции и ощущения, которые ты вряд ли когда-нибудь испытаешь самостоятельно. Это массовый продукт. Там все заскриптовано, закодировано. Тихо и мирно. А сырые? Там как в виртуальной реальности. Можно ходить, все рассматривать. Монтажеры разделяют их на слои. Отлавливают там яркие эмоции и из них создают брейнданс на продажу. Ну, садись располагаться и приступим. Сначала создам твой сенсорный профиль. Что? Какой еще профиль? Модель твоих эмоциональных откликов и ощущений. Надо подогнать ее, чтобы ты там не офигел. Иначе после подключения тебя в лучшем случае будет тошнить. Как в низкопробных записях. А в худшем? А в худшем твои синопсы поджарятся как на гриле. Но мы до этого доводить не будем. Окей, поехали. Надеюсь, больно не будет. Нет, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалываться. Угу. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты облицкий. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейт-данса. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну, все. Готово. Теперь потестим кровь. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так. Что бы тебе тут? А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился. А потом пущу в режим изменения. Погружение через три, два, один. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь. Выгребаешь бабло. Отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага. Понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей. Давай вперед. Все лежать. На землю. Целуем пол. Живо. Деньги. Быстро. Еще секунды и я тебя положу. Тише. Тише. Я… Давай. Шаколу тебе нахуй отстрелю. Тише. У тебя все хорошо, Ви? Это было слишком. Я чувствовал боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменения. Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Запись можно продолжить с консоли. Попробуем. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психом из студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай. Попробуй вернуться к самому началу. Ага. Круто. Теперь промотай вперед. План простой. План простой. План простой. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. План простой. План простой. План простой. Брейн этим психом из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай, вперед. Остановимся тут. Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализов доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь. Даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имеет. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Вот, хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Окей, давай, вперед. Да ёб твою мать! Глянь, в кладовке я на кассе постою. Нахую о своем постой? Как ощущения? Просто охренеть, правда. Прямо как будто рядом стоишь. Вот. Этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Выграй немного со звуков. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на кассе постою. Нахую о своем постой? У нас скидка на два вкуса. Кариб и мясо с креветками. Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Шаколу тебя нахуй отстрелю! Иногда в сырых брейнах попадают в шаг. Их вывездаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Ха! Неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту телку у прилавка. Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Отлично. Поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Понимаешь? Он даже не видел, что в него стреляют. А ты увидишь. Вот, смотри. По-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения. И просканируй его. Ему всадил пулю его же Чумбы. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваривают. Настоящая смертью брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Круто, да? Жаль, конечно. Мы упарываемся. Но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим записи, Эва? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Короче, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно. Ладно. Сейчас подключу ТИБАК и можем начинать. Во-во-во-во. Кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. ТИБАК профессионал. Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. Ты типа разрешил? Джуди, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Окей. Звоните Бак и погружаемся. Привет, Ви. Что такое? Бак, слушай. У меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейн-данс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Да не важно. Не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла. Я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей. Проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Джуди, подключай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юрюнову держит чим. Судя по виду, ты просто мясо для емли. Я угадал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Ставь меня меня напрягать. Хватит. Прости, пожалуйста. Работа такая штука. Ничего. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке? Ты какой-то напряженный. Ничего. Скоро пройдет. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне? Только одно. Все внимание на меня. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. Думайте. Спасибо. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди. Найду что-нибудь подходящее. О, вот это тебе понравится. О, блядь. Я как будто сам с ним. Тави, работай. Не отвлекайся. О, блядь. Продолжение следует... 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 Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юринобу точно держат кейс тут. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Нашел, что хотел? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тебак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки бренд-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Нам нужен был этот бренд-данс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот бренд-данс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Ви, на секунду. Не волнуйся. Я сделаю все так, чтобы тебя не подставить. Надеюсь, мы еще увидимся. По обстоятельствам. Как Киев? Будешь ты один или в компании. Например, с нетранером. Никаких ранеров. Обещаю. Пока. Все, пойдем. Ну, что думаешь? Кажется, я понял, откуда ты столько знаешь про Юринобу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. То есть вас объединяет секс? Бизнес. Только бизнес. Ты уверена, что Юринобу не ожидает от тебя подлянки? Юринобу ни о чем понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с Дозором. Хотя, если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Инфа про Юринобу, про чип, брейнданс из Кампеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Хочу понять, что ты не блефуешь. Не хочу вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке. Правда. Поверь, все под контролем. Неужели ты не боишься? А Росака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого пойдет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Ну, что думаешь? У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я думаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Можешь идти.